Меня бесят пидоры, которые говорят, что Fallout говно, приводя в пример какую-то хуйню ебаную незначительную. Вот прикиньте, бля, эти пидоры говорят, что в Fallout 4 говно мимика. Вы, сука, в курсе вообще, что мимика здесь генерируется автоматически, сука, в зависимости от звукового файла, бля? И если удалить все звуки диалогов, то персонажи не будут открывать рот, сука. Я думаю, здесь у каждой фразы есть параметры какие-нибудь, типа, грусть, там, злость, радость. И когда перст что-то говорит, сука, игра проверяет, что за параметры у него, брови сгинаются нахуй автоматически, блядь. А рот открывается по самой аудиодорожке, сука, вы чё ебанутые, блядь. Вы хотите, чтобы мимика была как в Лануар или как в GTA 5? Сука, вот это говорят пидоры, которые вообще в игроделе нихера не понимают, блядь. Тут в Fallout в 10, а в 100 раз больше диалогов, чем в Ведьмаке. Тут у каждого спутника есть комментарии по различным квестам, а этих спутников штук 20, сука. И квестов дохрена. Причём не только у сюжетных квестов есть комментарии, но и у дополнительных, незначительных. Вы представляете, сука, как можно записать все эти анимации лиц, блядь. Это невозможно. Поэтому тут мимика автогенерирующаяся. А не как в GTA, записанная заранее с Motion Capture'а, или как в Лануар вообще не текстура, а видео вместо головы. Пиздец. Чё за мразь, сука? Эту игру даже озвучивать на русской не стали, потому что это невозможно. Тут столько диалогов, что пиздец. Пиздец. Ещё говорят, типа загрузка бесит во время захода и выхода из зданий. Да вы, пидоры, сука, вы хотите, блядь, играть с одним FPS? Здесь локации зданий настолько детализированы и уникальны, что их никак нельзя запихнуть в основной мир, а только в отдельные локации, сука. И здесь, блядь, все здания внутри уникальные. Их интересно даже зачищать. Блядь, несмотря на то, что здесь все квесты одинаковые. Приди туда, зачисти все, сберегнуть херню в конце коридора. Все здания на квестах, они и коридорные, как бы. И в конце, блядь, открывается проход, который можно открыть только изнутри. Ну, как в Скориме, в общем, сделали, чтобы обратно не возвращаться. Выглядит, конечно, нелепо, но, сука, квесты одинаковые. Ну, их интересно проходить. Зачищать здания тут просто охуенно. В какой игре еще будет однообразие настолько охерительно? Я вот послушал мнение других всех лестплейщиков, обзорщиков. И все говорят, что чтобы оценить эту игру, надо наиграть в нее хотя бы 10 часов. Я наигрывал уже в нее 24 часа, сука, 2 дня. Ну, почти. И до сих пор не прошел. Ну, я прохожу вообще все квесты. Они охуенные, сука. И они не надоедают. И я, сука, согласен с этим. Я согласен с тем, что эту игру нельзя оценивать по первым часам прохождения. Поначалу я тоже думал, что ничего особенного. Все из Карима слезали. Но потом я просто охуел. Я проникся в эту игру. Я понял, что мир охуеть какой живой и наполнен жизнью. Я говорил, типа, карта маленькая, говно, но она проработана пиздец. Каждый уголок, сука, наполнен жизнью. Этот мир хочется изучать. Просто бродить по нему, искать что-нибудь. В отличие от какой-то там GTA V с Саной, да? Где мир мертвый, там. Я вот думал, выйдет GTA V, буду в каждый период заходить. Там, сука, ну, хуй там был. В Ведьмаке я думал тоже, чтобы лазить по лесам, грибы искать. Ну, хуй там был. Но в Fallout я большую часть времени тупо изучал мир. И еще даже не изучил полностью. То есть здесь карта маленькая, да, но концентрация жизни на этой карте, она просто высокая, пиздец. На каждом шагу есть что-нибудь интересное. Здесь мир, блядь, настолько живой, что бывает даже такой момент, например, вот смотрите. Вертолет, например, военный, да, летает. И как только он замечает каких-нибудь там супермунтантов, он начинает их пиздить, сука. А потом эти мунтанты даже могут подбить его, и он упадет, сука, понимаете? Где вы еще такой реализм увидите? А потом из верта вылазят живые солдаты, выжившие, да, в силовой броне. И продолжают бороться до конца, сука. И при том это, блядь, это случайное событие, это не квест, это не заскриптировано. В какой еще вот игре есть такой живой мир, а? В GTA V? Хуйня. В Ведьмаке? Ну, в Ведьмаке он получше проработан, чем в GTA, но все равно. В Fallout карта маленькая, но это не минус нихрена. Так как они проработали ее настолько, что она запоминается охуенно. Она становится вам родной. Здесь каждый городок, каждая улица уникальна. Мир быстро и легко запоминается из-за уникальности. Еще мудаки всякие говорят, типа, зря озвучили персонажа. Я, конечно, могу понять, типа, как Half-Life, да, вы ставите себя на место персонажа, типа, главный герой это вы, но вы, блядь, представьте себе Ведьмака без озвучки Геральта. Вот только представьте, сука, вот какое говно это было бы. Так же и в Fallout, сука, такая же херня, такое же говно было бы, если бы они не озвучили перса. Озвучка перса тут нужна, потому что весь сюжет крутится вокруг персонажа, его отношений с другими людьми. Это в Скайриме там сюжет с персом не связан почти, а здесь это центр сюжета, бля, поэтому озвучка нужна. Идите нахуй те, кто говорят, что зря озвучили. Вы пидоры. Ладно, теперь вы поняли, что игра охуенная, давайте перейдем теперь к минусам. Они тут тоже есть. Вот, например, один из минусов, я описывал его в предыдущем видео. Это анимации и физика ходьбы. Дерьмовые. Но играть можно от первого лица. Я вообще играю всегда от первого лица, потому что от третьего неудобно стрелять вообще. Вот смотрите, как неудобно стрелять, пиздец. Ходить неудобно, да, и вообще от первого лица, ну заебись. Искусственный интеллект. Врагов туповат в некоторых моментах. Здесь видно, что они взяли его, конечно, из Карима, да, там то же самое было. Вот когда за вами бежит враг, вы тупо забираетесь туда, где он вас не достает, и враг тупо начинает убегать от вас, даже не пытается вас достать. А когда вы слазите, он резко возвращается, чтобы вас отпиздить. Это, конечно, тупо, как-то нелепо выглядит. Ну, блядь, можно даже поиздеваться над врагом, тупо залазить, 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 залазить. И они как дураки будут то убегать от вас, то возвращаться, то убегать, то возвращаться. А еще можно перепрыгивать через забор, а враги могут пытаться его обойти, но и пока они это делают, вы можете прыгать туда-сюда и стрелять в них Я так, например, завалил Когтя Смерти на низком левеле, когда он с одного удара мог меня выебать просто Еще минус, разнообразие врагов слабовато, чаще всего вы будете убивать рейдеров, гули и супермутантов, их Когтей Смерти и все, остальные враги появляются очень редко Я думаю, надо было добавить побольше разных врагов и сделать, чтобы они еще чаще встречались, именно вот разные, сколько враги, чтобы разные встречались Еще мне нравится анимация Стана, или как это, сука, назвать? Ну, в общем, когда враг вас обездвиживает, блокируется камера, и вы наблюдаете, как он вас пиздит Это круто, что не сделано Чаще всего эта анимация срабатывает у этого Когтя Смерти, но вот минус в том, что их всего две, сука И очень мало врагов, у которых есть такая анимация Было охеренно, если бы даже рейдеры могли побежать к вам сзади, там, схватить вас, отпиздить или откинуть Еще к минусу можно приписать баги карты В некоторые места можно залезть, например, но игра не предусматривала возможность туда залезть И можно вообще под землю провалиться А кое-где текстурки просто говно, кое-где можно вообще застрять Короче, не лазите по всяким хуйням, где вам интуиция подсказывает, что разрабы не предусмотрели, чтобы туда полезете Еще минус, что строительство в игре вообще не нужно Хз, вот что строишь, что не строишь, это никак не влияет на геймплей Вы как бы строите для себя Рейдеры, сука, начинают атаковать ваши базы, только если вы там охуенно развились И эти атаки, они всегда легко уничтожаются То есть даже нет смысла строить защиту, там, улучшать ее Поэтому было бы весело, если бы, вне зависимости от вашего уровня защиты, враги нападали жестко Вы всех убивали, воровали ваш лут, самое главное, который вы храните в ящиках И тогда был бы стимул строить реально крутую защиту, собирать резы, чтобы строить Ну, а пока это ни на чего вообще не влияет, можно вообще играть без строительства И я считаю, что это минус Ну все, значит, подписывайтесь, ставьте лайк Лайк ставь быстро, сука Субтитры сделал DimaTorzok